Есть одна очень важная хуйня, и я вас не часто о чем-то прошу, и сейчас я вас вот прям реально прошу. Мне необходимо, чтобы вы перешли по ссылке в описании и подписались на мой телеграм-канал. Там мы 24 на 7, там новости, там мы обсуждаем абсолютно все. Ютуб отъебнется в любую секунду, поэтому я реально прошу вас, если вы хоть немного уважаете меня и стрёмный обзор. Если у вас есть сердце, перейдите по ссылке и подпишитесь на наш телеграм-канал. А еще лучше, если вы уж совсем базовый чел и реальный балочанин, репостните куда-нибудь этот видос и прорекламируйте меня как пиздатый телеграм-канал. Здорово, бандиты! Здорово, бандиты! Это Жора сказал, говорит, здорово, бандиты. Совершенно справедливо. В прошлом видео вы говорите, критикуешь, предлагай. Ведь я обосрал 5 самых популярных пар кроссовок. Ну что ж, сегодня я покажу вам 5 пар самых охуительных кроссовок за всю историю человечества. Эти кроссовки должны быть у вас в гардеробе, поверьте мне. Правильно Жора? Видели, укусил. От дрянь, от курва, я пердоли. Вокруг да около ходить не любим, говорим сразу как есть. И топ наш открывает легендарнейшая пара Рибок Классик. Можно петь дифирамбы целый день и перехвалить их сложно. Это квинтэссенция, это светоч обувной промышленности. Пожалуй, эти кроссовки это лучшее, что было когда-либо создано человеком в плане обуви. Эти кроссовки, несмотря на то, что вы все их прекрасно знаете и на их доступность, обладают всеми качествами, которые должны быть у самой лучшей обуви в мире. Да, это исполнение Харвин. Если умники захотят поумничать, на них прям была, у меня где-то валяется бирка Харвин. То есть это реальный Харвин кожа. Да, это редкое исполнение, но обычный кожаный Рибок Классик совершенно не хуже. Рибок Классик сочетают в себе, точнее даже сказать, они не имеют в себе ничего лишнего, оставаясь исключительно идеальной платформой обувной на каждый день. Это идеальная колодка. Колодка с отличным перекатом. Они провоцируют вас на прогулки, на ходьбу. Отличнейшее сочетание Эвы дает мягкость каждому шагу. Это действительно так. Колодка по высоте также идеальна. У нас будут похожие варианты сегодня, но я вам расскажу, чем они будут хуже Рибока. Она подойдет как на узкую ногу, так и на широкую. Она подойдет, эта колодка, как на низкий подъем, так и на широкий, благодаря удобной шнуровке. Эти кроссовки удобно сочетать абсолютно со всем. Они подойдут и с пиджаками, и со спортивными костюмами, и с джинсами, и просто на каждый день. Эти кроссовки зачастую выполнены из отличных материалов. Да, я повторюсь, это, конечно, редкое исполнение. Харвин, это вообще просто, по сути, ну пиздец. Просто жирнее быть не может Рибока, в принципе, да. Но даже обычные кожаны, они у меня были, и поверьте, они совершенно не хуже. Также, уникальность в плане всесезонности. Они, как правило, все из кожи. Это дает вам полную свободу действий. Летом в них, ну, жарковато, но терпимо. Не так, как в говне Айрмаксов. В дождь в них, в общем-то, сухо, потому что я их, естественно, пропитал жиром гусиным. А зимой даже в них можно ходить, если это средняя полоса России, от машины туда-сюда. Я думаю, что это лучшие кроссовки за всю историю, созданные человечеством. Рибоклассик. Первое место. Второе место. Адидас Иники. Этот жир переоценить сложно. Это универсальная платформа, но на лето, скорее. Она не имеет абсолютно ничего лишнего и лишена также всех недостатков. Колодка из буста делает ваш шаг просто как по облачку. Верхний слой, не имеющий всякого пластмассового говна, ненужных усилителей, абсолютно ненужных. Поддержек пятки. Потому что мы рассматриваем обувь на каждый день, а не для бега и не для динамических нагрузок продольно-поперечных, которые вы можете испытать, например, в баскетболе. Эти кроссовки не для этого. Эти кроссовки, для того, чтобы вы их одели на ноги, правильно говорить, одели, и шли долго и счастливо. Эти кроссовки, чтобы лететь в них в самолете очень долго. Эти кроссовки для дальних командировок. Единственный минус этих кроссовок, они слишком легкие. Поэтому они лишены какой-либо водозащиты. Если пытаться эти кроссовки исправить, вы их только испортите. Таким образом пара выглядит через несколько лет. Как вы можете видеть, она лишена каких-либо недостатков в плане надежности. Я их практически убил наглухо, но я их еще отношу сезон. А рвутся они у вас впереди, потому что вы неправильно подбираете размер. Вы берете впритык, и ваши когти раздирают это чудо в самом начале у носочка. Берите правильный размер, и таких проблем не будет. Таким образом инники выглядят в новом состоянии. Берегу их для коллекции. Это именно инники. Потому что после выхода их запретили это название, и они стали... Ай, какая-то там хуйня, ну, которую вот мы только что видели. Инники. Абсолютно идеальные кроссовки на каждый день. Которые не дадут напречься вашим ногам. И уникальный пример того, как Адидасу здесь удалось скрестить классический силуэт, отдаленно напоминающий Сити-серию, с новыми технологиями. Лаконичный дизайн, подходящий абсолютно под все, делающий любую ногу чуть железтие, красивее, накаченее, если надо длиннее, если надо короче. Инники. Заслуженное второе место. Баснословные кроссовки. И, кстати, чтобы получить полное удовольствие от Адидас иников, вам лучше к ним купить нашу футболку, которая продается по ссылке в описании. Это наш мерч. Покупайте, поддерживайте канал обязательно. И поддержите наших отечественных производителей. Делать просто охуенно. Наша мерчевая футболка будет с вашими инициалами. Также есть обложки на паспорт, ремни и все, что вы только хотите. Ссылки оставлю в описании. И на третьем месте у нас располагается New Balance. Модель 576. Запомните, у New Balance это 1400. Я просто показываю похожую. У меня, к сожалению, нет сейчас 576. Запомните одну вещь. Если мы говорим о New Balance, это 576. То есть 576 это топовая модель во всем New Balance. В нее они вкладывают самые большие, так сказать, правильные. Они на ней никогда не экономят. 576 модель имеет чуть другую колодку. Это уже 1400. Она идет ближе к 500, к полторашкам точнее. Да, они крутые, они более современные. Это, скажем, новая школа. Они тоже Madam News и так далее. Но 576 имеют абсолютно уникальную колодку. Она гораздо более запоминающаяся и красивая, чем эта. Она более самобытная. Выглядит круто. И они всегда из лучших материалов. Идеальная колодка. Идеальный перекат. Идеальные материалы. Здесь тоже хорош, но в 576 они еще будут лучше. Они никогда не делают 576 дешевыми. 576 одни из самых дорогих кроссовок. И они всегда сделаны либо в Америке, либо в Англии. Они не позволяют делать 576 модель в других странах, потому что они понимают, что это их эталон. Максимальная износоустойчивость. Очень долго будут ходить. Можно взять варианты полностью кожаные. У 576 это есть. Например, модель 574. Это на минималках она. То есть 576 это как Rolls-Royce среди New Balance'ов. А 574 это как, ну, такая, какой-нибудь грузовичок на каждый день. Поэтому, если хотите кайфануть, 576. Ну, и такие тоже подойдут. Также хочу заметить, есть еще полторашки. В принципе, неплохая модель. Очень всегда красивая. С идеальным перекатом. Он дает вам еще больше стремления вперед. Одна из моих любимейших моделей у New Balance'а. Также полторашки. Они не в топе, но я просто вам их показываю. Кстати, многие еще меня часто спрашивают вопрос, где сейчас покупать обувь. Вы можете это сделать на нашей барахолке. Стрёмобзор Store. Это ВКонтакте у нас одна из самых мощнейших барахолок, кто не знал по ресейлу. Там люди бесплатно продают и покупают свои товары. И я тоже буду продавать эти кроссовки на нашей барахолке. Мне они не нужны. Залетайте в Стрёмобзор Store, если вам надо купить или продать крутые вещи. Но остерегайтесь мошенников. Не переводите деньги вперед. Правила там написаны. Внимательно читайте. Ссылку на Стрёмобзор Store оставлю в описании. Серьезно, крутая группа. Блядь! Да сучья тварь ты! Найк Эдди Брейк. Вы можете заметить, они очень похожи на все мои предыдущие модели. Почему же так, спросите вы? Может быть я скучный? Нет, друзья. Обуви я сносил достаточно. Я оставил только то, что надо реальным пацанам. Не позерам и тем, кто уже давно понял, чего они хотят от жизни. Найк Эдди Брейк. Идеальная колодка. Идеальный дизайн. Идеальный внешний вид. Никаких выебонов. Никакого позерства. Ну, может быть немного. То, что это коллабес. Сундер Совер. Эту мы им неприятность простим. Обычный Найк Эдди Брейк отличается только тем, что у них нет вот этой вот хуини сзади. Но это такая же идеальная колодка, которая позволяет вам стремиться вперед. Это относительно неплохое качество. Они, конечно, пососут у Нью Белансов. И они пососут у Рибака даже. И даже у Адидаса. Но они и стоят соответственно. Это не очень дорогая модель. Крутые коллабны стоят дорого. А обычные Найк Эдди Брейк стоят недорого. Ближайшие их родственники, которые продаются практически везде. Найк Вафл. Примерно то же самое. Даже в Спортмастере есть. Отличная пацанская обувь на каждый день. Ничего лишнего. Износостойкость. Да посмотрите, в общем-то, сами на износостойкость. Вот так выглядит настоящая пацанская обувь. А че мне на них? Смотреть, что ли? Сука, выключился свет как раз. Это знак? Следующий на очереди. Вы все узнаете эту пару. Это Asics Tiger Corsair. Это прародители. Не то, что Найка Кортеза, как вы могли подумать. Это прародители вообще всей фирмы. Найк. Потому что Найк начал свое развитие. Вот с этой модели. Найк Кортез. Это спизженная модель. С модели Asics Tiger Corsair. А не Цука Тайгер, точнее. Понимаем разницу? Это оригинал. Это жалкая пародия. Хотя это тоже неплохие. А не Цука Тайгер Corsair. Уникальная пара. Которая очень красивая внутри и снаружи. При том, что она очень мало стоит. Их можно было до недавнего времени купить тысячи за 3 рублей. Вот эти я, по-моему, покупал за... Вы даже мне не поверите. Ну, где-то, по-моему, 2500 рублей. Это правда. Это очень дешевые модели. Они всегда были дешевые. Они сделаны из очень простых материалов. И эти материалы напоминают мне Джордан Первые. Или, например, Найк Айрфорка. Айрфорка сделана из такого же говна. Но, жидкий понос Айрфорка стоит 10 тысяч. А эти три. Это большая разница. И эти удобные Айрфорка нет. Эти кроссовки для настоящего ускульщика. Они очень привлекают к себе внимание. Они подойдут не совсем. Они более требовательны к выбору вашего гардероба. Они больше подойдут к эжуалам. Для всяких джинс. И все такого. Но, я думаю, лучше всего к ним подойдут именно джинсы. Но, с ними они будут смотреться просто идеально. Уникально удобная колодка. Пожалуй, самая мягкая из сегодняшнего топа. Нет, ну, за исключением инников. Ну, просто инники стопчутся. А эти нет. Эва не даст. Она очень толстая. И очень податливая. Ваши ножки постоянно как на облачке. Они даже мягче, чем Риба Классик. Единственный минус узковаты. Они могут заламываться. Не очень сильно подойдет ребятам, у кого гипопронация. Или, может быть, наоборот, избыточная пронация. Ну, это когда вы косолапы. Когда у вас стирается нога с одной стороны, с внутренней или с внешней. Знаете такое? Да, в них можно иногда подвернуть себе чуть-чуть ногу. Потому что они высоковаты, опять же. При том, что узковаты. Но это не может ослабить их шарм, их стиль. А не Цука Тайгер Корсар. Однозначно в этом топе цена-качество. Лучшее соотношение. Но из-за всех этих минусов они не на первом месте. И ровно поэтому Риба Классик на первом месте. Они не имеют всех тех минусов, которые имеют Корсары. Но при этом они их круче во всем. Я сейчас говорю про Риба Классик. Рекомендую. Ну вот мы и завершили наш сегодняшний топ. Мы осмотрели лучшие пары за всю историю человечества. Можете мне поверить, но у меня есть еще одни кроссовки, которые вас могут заинтересовать. И это Адидас Самбо. Я включил их сюда из уважения. Адидас Самбо это действительно показатель стиля. Это действительно крутая обувь. Она будет особняком держаться. Потому что чисто юридически она объективно не попадет в этот топ. Но я бы рекомендовал иметь Адидас Самбо. Или Гамбург. Или может быть такую самбу. Или может быть даже какие-нибудь там Газели. Каждому пацаненку. Это действительно крутая обувь. Она качественная. Она надежная. Она не очень-то удобная. Она легендарная. И она просто заслуживает того, чтобы быть в вашем гардеробе. Адидас Самбо. Люблю и уважаю. Сити серии. Респект. Это очень круто. А на этом все, дорогие. Мне необходимо, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал. Поставили лайк. И ебанули колокольчик. Потому что мы только начали раскачивать вновь наш канал. Поддержите меня. Уважьте дедушку. Ебаните колокол. Подпишитесь. Всем респект. И хорошие обуви. Хватит носить хуйню. Носите качественные вещи.